Спасибо большое. Я почему-то сейчас волнуюсь очень сильно перед вебинаром, не знаю, с чем связано, вроде бы не первым в моей жизни, и уже почти полтора года у нас был такой стабильный онлайн-процесс обучающий везде идет, но почему-то вот сейчас я именно стала волноваться, наверное, новые люди, новые немножечко для меня пространство. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Итак, наш сегодняшний вебинар будет называться «Как написать текст, который будут читать и цитировать». Название для меня тоже является вызовом, потому что то, что «Как написать текст» я могу рассказать, и мы всегда это можем для себя решить, как мы это сделаем. А вот прочитать и цитировать — это то, что касается других людей, на 100% запланировать это мы не можем. В то же время я все-таки постаралась оставить именно такое название и следовать именно тому, что мы не просто будем писать тексты, я очень широко слово «текст» понимаю, для меня это абсолютно все, и статья, и книга, и художественные произведения, там хотя бы посты в соцсетях, вот я не делаю никакой разницы между этими текстами, и поэтому достаточно широко подхожу к этому понятию. Так вот, что мы не просто будем писать что-то и складывать это в стол или оставлять у себя в черновиках, или безвестно печататься в каких-то журналах, или издавать какие-то книги, которые никто никогда не найдет. Прежде всего будем ориентироваться на то, что мы пишем ради того, чтобы это читали, ну, если речь идет о какой-то нашей научном исследовании, например, да, чтобы это еще и цитировали в своих работах другие. Почему это важно? Я расскажу это сегодня на вебинаре и потом на курсе тоже этому посвящу время. О курсе я сегодня тоже скажу, но чуть дальше, ближе к концу. Несколько слов скажу о себе, хотя Татьяна Викторовна меня представила. Я являюсь кандидатом филологических наук, я преподавательница, в данный момент я преподаю на кафедре русской литературы в Московском городском педагогическом университете. Кроме того, я являюсь сертифицированным коучем уровня PCC. Ну, для тех, кому буквы ни о чем не говорят, могу сказать, что у меня более 500 часов консультативных, как у коуча. Я являюсь профессиональным супервизором, редактором. Ну, почему вот я сейчас об этом говорю, о коучинге, о супервизии? Потому что я вижу огромный ресурс в этих двух направлениях поддержки для пишущих людей прежде всего. Понятное дело, что мы можем опираться исключительно на какую-то университетскую практику, например, на теоретическую концепцию, что такое текст, каких частей он должен состоять и так далее. В то же время, мне кажется, что такая поддержка как человека, человеку в тексте бывает очень важна. Ольга супервайзер – немножечко другая профессия. То, чему я училась назвать супервизия. Но я думаю, это совершенно не важно, потому что в данном случае меня больше интересует суть, нежели само название. Как в научной области я являюсь исследовательницей женской литературы. Сейчас мне еще очень интересно детская литературу. Начинаю ее для себя открывать в том числе. Составила три сборника художественных произведений, начинающих писателей. Мы их издали. Планировала сделать четвертый, но пандемия и карантин немножечко прервали мои планы. Так что пока рукописи лежат у меня в компьютере, я надеюсь, что все-таки я и четвертый сборник тоже соберусь силами и подготовлю к изданию, потому что это действительно очень интересный и важный процесс, когда мы делаем эти книги, и авторы уже не просто понимают, что они в стол что-то делают, а что они все-таки создают некие интересные и важные произведения. Ну и у меня у самой трое маленьких сыновей. Это просто как довершение картинки. Собственно, первый слайд. Я очень долго думала над вопросом, который хотела вам задать прежде всего. Поэтому вопрос получился немножечко корявым, но он просто имеет цель под собой покою. Очень широко хотела спросить у вас и попрошу сейчас, чтобы вы ответ написали. Вот вы пишете некий текст. У меня почему-то здесь не сохранилось, наверное, я старую версию презентации добавила, но там было слово «ваш» еще. Вы пишете текст. Вот зачем вы чаще всего его пишете, что бы это ни было? Статья научная или популярная статья, книга, монографии или художественные произведения. Вот зачем вы чаще всего пишете? Вот можно одним словом, можно двумя в чат попробуйте написать. Я сейчас прям минутку даю, подожду пока. Начнут появляться ответы. Чтобы донести доступную информацию до пользователя, для отчета, научная работа, донести информацию. Выразить свои мысли, донести до других, познакомиться со своим взглядом. Так надо. Тоже цель. Спасибо большое за ответы. Кто еще пишет, пожалуйста, продолжайте присылать. Продать товары, да. Исследование проводится. Пресс-релиз. Спасибо. Смотрите, всегда любой текст начинается с того, что мы ставим перед собой цель. Что мы хотим. Цель у вас, у многих уже, я вижу, что вы знаете, зачем вы пишете. Это на самом деле половина точки зрения. Так, точки зрения, это я ответ Надежды прочитала, но свою мысль закончила таким образом. Значит, что хотела вам сказать. То, что, да, 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 спасибо большое. Когда мы знаем, ради чего я пишу, да, не скромную цель какую-то, ну, я сейчас что-нибудь напишу, а там меня там, ну, дай бог, кто-нибудь прочитает, да. Я что-нибудь сейчас сделаю, а там, ну, там кто-нибудь меня, может быть, прочитает, когда-нибудь увидит через 200 лет. Мы перед собой должны поставить максимально точную цель. Как это сделать, сегодня я в том числе вам расскажу. Вот посмотрите, у нас могут быть цели достаточно простые, просто наполнить контентом сайт, да. Нам тогда, в принципе, если вот цель такую ставим, сейчас последнее, что прочитала, ну, в принципе, нам не важно, будут нас читать или не будут, да, будут реагировать или не будут. Но это сайт наполнить, мы наполняем. Ну, собственно, почему не цель, да, тоже цель иногда вот как место пустым быть не может. Если же для нас важнее, чтобы не просто статья физически была в журнале, да, физически там присутствовала для отчета, а чтобы вот как другие писали, например, да, развивать свою теорию какую-то, да, делиться своими мыслями, доносить свои мысли до других, многие пишут. Вот тогда мы, соответственно, в зависимости от этого, фокусируем свое внимание на конкретной цели. Ну, собственно, если говорить, ага, спасибо, говорить о теме сегодняшнего вебинара, да, то вот я начну с конца. Как сделать так, чтобы нас цитировали? Вот вопрос этот немаловажный. Почему? Потому что, ну вот для некоторых цель именно такова, потому что индексы цитирования, в частности, никто у нас не отменял, да, и мы должны так или иначе этому следовать. Это раз. С другой стороны, цитаты, это не просто наши там ринз и хирш, что у нас там еще есть, да, в большом-большом количестве. Я так их пренебрежительно называю, понимаю, что они все приходящие, и рано или поздно что-нибудь поменяется в этом ключе, появятся либо новые аббревиатуры, либо откажемся от старых. Ну вот не на всю жизнь они у нас будут. Но тем не менее, цитирование – это еще обмен опытом, да. Цитирование, когда мы цитируем и привлекаем опыт других исследователей, когда нас цитируют, мы понимаем, какие наши взгляды откликаются или не откликаются другим, да. Собственно, ради этого и пишем, по сути. Если речь идет о научной статье, то ради научного диалога, да, который может развиваться таким образом. Да, вот с целью показать свое несогласие, например, тоже и нас могут цитировать, да, и мы можем тоже цитировать. И хорошо, когда спорят непосредственно с точкой зрения, да, либо соглашаются с нашей точкой зрения. Итак, что же нужно для того, чтобы нас цитировали? Вот это как раз самый тонкий момент, именно поэтому я его сделала с самого начала вебинара. А уж про как написать мы пойдем. Ну, собственно, дело в том, что вот в этих последовательностях, да, для нас уже какие-то, которые нам надо сделать. Чтобы нас цитировали, изначально надо, чтобы нашу статью нашли, да, или нашу монографию нашли. Как это сделать? Да, ну, известно, что поток информации сейчас огромен, да, когда это стало идеей о том, что печататься должны публиковаться все, кто занимает там преподавательскую, например, должность, да, что это имеет отношение к твоей научной работе и так далее. Вот, Ольга, хороший вопрос. Сейчас мы про это поговорим. Нам важно сделать так, чтобы нашу работу могли найти. И, собственно, нашу работу могут найти тогда, когда мы соответствующим образом ее, понимаете, даже не пишем, а оформляем, да. И вот изначально, и вот, кстати, как нас будут цитировать, это я сейчас попозже скажу, изначально многое зависит от того, как мы подбираем ключевые слова, чтобы нас могли найти те самые люди, которые нас могут процитировать, да. И здесь фокус внимания мы можем держать в том числе на этом. В каком ряду, да, в какой ряд научных идей мы готовы себя вписывать? У нас может быть, ну, такое очень общее, вот я занимаюсь литературой, ведением, да, там я могу сказать литературу 20 века, как ключевое слово, большое. Будут ли меня там цитировать? Очень вряд ли, потому что тема, которой я занимаюсь, достаточно узкая, да, соответственно, мне вот этого вот огромного поля может не хватать, с одной стороны, да. С другой стороны, я могу судить максимально, чтобы меня нашли вот именно те самые специалисты, которым эта тема интересна, да, и которые, ну, могут, по крайней мере, как-то, пусть даже как антипример, да, но к моей статье обратиться. Название статьи работает, но посмотрите, суть, почему я здесь не сказала название статьи, потому что это очевидно, что название у статьи должно быть, мы часто его продумываем, а про ключевые слова мы часто забываем, потому что иногда, Мария, я сейчас не про вас конкретно говорю, да, вот такую общую температуру по больнице, иногда ключевые слова – это как некая помеха воспринимается тому, что нам надо написать статью. Мало того, что статью написали, еще эти ключевые слова подбери, да, еще на английский язык переведи, еще аннотацию сделай. Так вот, в чем секрет? В том, что нас ищут, а, по названию, да, б, по тому, по ключевым словам. И если вы, например, задаете поиск, сейчас же поиск через интернет очень часто ведется, да, будь то электронный каталог или какие-то сайты, где, собственно, выкладываются порталы, где, собственно, выкладываются научные статьи, ключевые слова могут найти нашу, по ключевым словам могут найти нашу статью, даже в том случае, если в названии каких-то слов нет. Ну и, собственно, общее правило, чтобы названия и ключевые слова не перекликались как раз для того, чтобы расширить то поле, да, которое мы охватываем. Это вот первый момент. Да, я полностью согласна, что результаты исследования – это очень-очень важно, именно поэтому вот я дальше делаю второй пункт, который называю емкие формулировки. Дело в том, что часто цитирование затрудняет не то, что статью не нашли, ее найдут, не то, что статья какая-нибудь плохая, она может быть даже хорошая, с нужными, важными выводами. Но, не знаю, бывало у вас такое, что вы читаете статью и понимаете, что вам просто физически нечего процитировать, что основные мысли, они там есть, их много, они ценные, но они либо так объемно высказаны, что нам приходится очень сильно сокращать цитату, но мы же не можем поллиста, да, взять, в свою статью перенести, либо каких-то таких общих выводов, которые мы прям можем взять, доверим автора использовать себе, там просто нет. Ну, вот бывает, наверное, у вас тоже такое. Хотя статья очень хорошая, интересная, подробная, но вот ее либо всю приводишь, да, от и до, потому что из песни слов выкинуть невозможно, либо просто, как бы, ну вот, правда, просто нечего. Итак, вот для того, чтобы вас могли процитировать, всегда проверяйте, есть ли у вас такие вот емкие формулировки, которые человек может взять без ущерба, да, для антиплагиата и для собственного объема. Так, чтобы ему не приходилось выбирать по одному слову, да, из большой-большой вашей статьи, чтобы сформулировать вот какую-то основную идею, например, да, вашу, чтобы ему не приходилось брать большие объемы какие-то или просто обходиться пересказом, да, там, упоминанием вас всего лишь, мы можем с этого, об этом подумать. Кроме того, вот эти емкие формулировки, которые вы готовы, как бы, поделиться ими с другими, чтобы они могли от них отталкиваться, мы, в принципе, можем сформулировать даже еще до того, как, собственно, саму работу начали писать. Иногда мы можем себе позволить, особенно, знаете, когда в общей ситуации, ну, в принципе, я думаю, вы все в этой ситуации находитесь, вот не сказать, чтобы у кого-то из нас была такая возможность, чтобы вот мы прям спокойно проснулись после пробежки и легкого завтрака, не торопясь, сели за письменный стол, там, да, с видовым окном на что-нибудь. Так вот, вот мы редко можем себе позволить именно это, и поэтому, к чему я это веду? Потому что нам иногда приходится начинать работу маленькими шажочками, да, вот просто для того, чтобы ее начать. Так вот, если мы… Ой, секундочку, не туда пошла, пока я здесь еще. И если мы хотя бы начнем с того, что запишем вот несколько, пять-десять таких емких, хороших формулировок, да, мы уже себе значительно облегчим работу себе, раз, цитирующему, два. Поэтому иногда, если у вас никак не начинается, задайте себе вопрос, что я хочу, чтобы у меня процитировали, да, вот какая моя мысль, чтобы ее другие пусть оспорили, пусть поддержали, да, вот в данный момент мы говорим не о том, чтобы всем угодить, а о том, чтобы вот какова та мысль, которую я хочу выразить. Иногда, кстати, вот такая емкая формулировка – это, знаете, предложение, фраза или там пусть будет абзац, но та, которая вот подводит итог неким нашим размышлениям. И когда мы понимаем, каков будет итог того, о чем я хочу написать, да, мне уже проще понять, как я к этой мысли могу прийти. Но мы же вот мысли формируем не только в процессе письма, да, но как бы вот от того, к чему мы хотим прийти, мы можем выстраивать свое высказывание. Итак, вот, кстати, вот, да, Ольга, я встречала статьи настоящих мастеров, которые, вот, невозможно процитировать. Абсолютно согласна. Я тоже неоднократно в такой ситуации оказывалась, когда я искренне хочу процитировать человека, потому что нужно, важно, интересно, мастер, потому что вот ценно, да, но вот не знаешь, за что ухватиться, чтобы вот нигде ничего не исказить. Мария пишет, я чаще всего ищу нужный мне материал по аннотации. Да, вот, кстати, еще один секрет, он просто не для цитирования именно нужен, но вы абсолютно правы, что аннотация – это одна из важнейших тоже частей нашей научной статьи, особенно когда подразумевается, что эту статью могут прочитать иностранцы, да, по аннотациям сразу же будет понятно, нужно привлекать эту статью, переводить ее, например, для себя, да, или не нужно, поэтому вот эту аннотацию тоже как бы нужно дойти так, чтобы иностранец вполне основательно, да, мог увидеть то, что ему необходимо. Следующий момент, я здесь пишу, легкость поиска, да, ну, это как раз вот связь с ключевыми словами. Кроме того, сделать так, чтобы эта статья, в принципе, была доступна ваша. Пути могут быть разные, во-первых, мы добавляем ее на возможные ресурсы, типа e-library, например, да, эту статью мы можем ей самостоятельно там делиться в своих социальных сетях, чтобы она тоже была на слуху. Ну, иными словами, не стремяемся здесь показывать результаты своего труда другим людям. Простое, очевидное решение, но часто почему-то вот в научных кругах не всегда принято. Видите, я говорю часто, но с другой стороны скажу по-другому помягче, не всегда принято делиться результатами своих научных исследований, к сожалению, да, и поэтому часто бывает, что какие-то работы написаны, но он тщательно скрывает то, что он ее написал, и мы просто даже ни сном, ни духом, что называется, о том, что такие интересные вещи вокруг нас происходят. Да, можете, вот если сейчас, пока я говорила, уже что-то интересное для себя услышали, можете нажать на огонек, я буду знать, сколько людей вынесло что-то полезное, интересно из моего, из начала моего вебинара, но иду дальше. Очень рекомендую в том, что касается ключевых слов, подбора этих ключевых слов, посмотреть вебинар не мой. Но я вот с удовольствием всегда цитирую людей и, собственно, рекомендую людей, которые знают тему лучше, чем я, намного. И поэтому вот недавно, буквально 19 мая, проходил вебинар тут же в Директ-Академии. Это Евгения Широкова, ключевые слова к статье для авторов и библиотекарей. Вебинар мега полезный. Я даже не буду много говорить, я здесь оставила, стрих-код хотела сказать, QR-код вы можете найти, ну и на страничке Директ-Академии, вот дату указала, 19 мая 2021 года он состоялся. По-моему, тут собрано все, что надо знать про ключевые слова, для того, чтобы понять, как их находить, да и в чем их ценность. Вот, кстати, вам вопрос такой, как вы выбираете, что цитировать. Когда мы думаем, а как там, вот откуда я знаю, кто что процитировать, всегда очень полезно обращаться к своим идеям, к самим себе. Вот давайте сейчас по одному, буквально по одной мысли зафиксируем для себя, как вы выбираете, что, кого вы будете цитировать. Татьяна, спасибо за ссылку. Минутку, прям полминутки подожду, если кто-то пишет. Так. Могу понять, как у меня должен листаться чат. По актуальной потребности, наверное. Наверное, да, вот. Вот этот вопрос всегда, наверное. Вот всегда вот уже повод подумать, вот актуальной потребности я выбираю. Или что-то вот, чтобы экспертность автора, надежность источника, да. По замыслу, ой, по смыслу и значимости. Чтобы обосновать свои идеи, да. Посмотрите, вот как интересно. С одной стороны, мы хотим процитировать. Вот, Мария пишет, согласна, не согласна. Веду диалог с автором, да. Спасибо большое. Подтверждаю свое мнение. Для этого мне нужны цитаты. Да, совершенно верно. Посмотрите, с одной стороны, мы хотим выбирать как можно более именитых авторов, да, для того, чтобы их процитировать. Но, с другой стороны, именитые и сами себя, как бы уже хорошо зарекомендовали, им, конечно, тоже нужны цитаты. Но помните о том, что исследователи бывают на разном уровне, да. И поэтому, когда мы выбираем, кого цитировать, да, вот как раз очень полезно и для согласия, и для несогласия такие идеи высказывать, да. Я вот часто встречала, ну, не часто, хотя иногда вижу обращение там к своим статьям, иногда один раз увидела, со мной дискутировали, как бы, то есть вот моя мысль, но ее отрицали, что вот, скорее всего, это не так. Но самое интересное, что она была высказана абсолютно без упоминания меня, я просто ее узнала, потому что она была дословно переписана вот из одной из моих статей. И вот такое состояние, думаешь, вот с удовольствием с автором подискутируешь, но он же тебя не включает в эту интересную беседу, да, и все, уже как-то вот находишься в таком странном состоянии. Да, имейте в виду, что иногда, вот если даже с вами хотят поспорить, это тоже неплохо, поэтому какие-то спорные идеи наверняка тоже можно высказывать. Спасибо большое. Еще раз повторю, что иногда нам очень-очень важно бывает вот для себя ответить на вопрос, кого бы я процитировала, да, при каких условиях я бы вот процитировала свою собственную статью. Да, вот ссылка на единомышленников, вот я увидела у комментариев, да, это тоже правильно. Так, Дарвин тоже полмира отрицает, но это не мешает его теории быть фундаментом в науке. Да, да, совершенно верно, согласна с вами. Да, не всегда, если с нами спорят, да, не всегда знать, что мы что-то не важны. Идем дальше. Так, я вижу, что еще вопросы. Ага, там вопросы, по-моему, ага, сейчас очень быстро гляну. А, а, просто здесь были ответы. Все, поняла. Тогда вопросы пишите в общий чат, да, и я буду тоже отслеживать чат этот. Идем дальше. Собственно, следующая проблема, да, как написать текст, который будут читать и цитировать, процитировать немножечко, разобрались. Теперь немножечко разберемся про, собственно, читать, да, кто будет читать. И вот посмотрите, здесь тоже очень важно ответить себе на несколько вопросов, ответы на которые знаем только мы, как авторы. Вот, например, первый вопрос такой. Кто будет читать нашу статью? Вот, это вопрос не тот, который, ну, откуда я знаю, кто угодно, во всем мире могут прочитать любой момент, кто угодно, может открыть интернет, взять мою статью, да, и через 300 лет тоже могут найти, откопать где-нибудь там на задворках журнал какой-нибудь с моей статьей, и все его могут прочитать. Смотрите, это очень хороший, правильный ответ, но он не ведет нас к цели. Кто у нас будет читать, для кого я, собственно, пишу. Поэтому очень полезно для каждой своей статьи находить, кем она может быть прочитана. Итак, во-первых, кто будет читать? Возможно, вы пишете статью для своих студентов, да, вот вы просто хотите собрать там максимум информации, чтобы не объяснять им это на лекции, да, например, или на семинарах, а дать им ссылку, они познакомятся с этой статьей, да, при желании смогут ее где-то процитировать там в каких-то своих статьях, рефератах и так далее. Вот, ну, мы ориентируемся на студентов, да. Другое направление, кто у нас может цитировать, это могут быть специалисты вот нашей области знания. Ну, вот я литературовед, меня могут литературоведа цитировать, да. Вот в широком смысле, кто занимается там этим периодом в литературе, кто занимается русской литературой, кто занимается там женской литературой, детской литературой, которая мне интересна. Ну, вот такой вот очень широкий пласт. С другой стороны, есть узкие специалисты, это те люди, которые занимаются прям конкретным вопросом, и он намного сужает сферу цитирования тоже. Почему я сейчас об этом говорю? Это тоже очевидные вещи. Потому что в зависимости от этого мы будем выбирать материал. То, что для широкого специалиста может быть необходимым введением в тему, то для узкого специалиста будет избыточной информации. То, что он и сам это прекрасно знает. Например, когда я пишу в издание или еду на конференцию, которая посвящена полностью женской литературе, предположим, то бесполезно рассказывать о том, что такое женская литература. Все это знают не хуже меня, многие даже лучше, потому что намного дольше этой темой занимаются. Таким образом мы тоже фильтруем, что мы напишем. Потому что если мы берем статью, где подробно разжевываем самые азы, прежде чем перейти к теме, узким специалистам это неинтересно, они нас перестанут читать еще на середине. А если мы вдруг статью пишем таким языком по разы, что ни один студент там не разберется, ну, соответственно, и студенты ее тоже не прочитают. Соответственно, вот этот выбор, кто будет читать, кому статья адресована, очень сильно упрощает нашу задачу во время письма, потому что мы имеем возможность сортировать материал, извините, что мы берем, что мы не берем, что мы разжевываем, что мы подробнее пишем, о чем мы просто упоминаем, даже без ссылки на источники, достаточно как известно. Дальше. Что узнает человек из этой статьи, когда ее прочитает? Вот очень часто люди отмахиваются, они говорят, да никто ничего читать не будет, да никому это не надо все равно, да все равно мы все пишем для галочки и так далее. Пишем для галочки в тот момент, когда мы не верим в то, что нас действительно, а, прочтут, б, что наша тема кому-то интересна. Следствием этого оказывается, что человек, читатель, может действительно ничего из такой статьи не узнавать, автор которой просто ее ради галочки написал, да, ну вот прочитала, да, что-то, ну вот да, там каким-то вопросом исследователь задался, что-то он там интересное такое нашел, сказал, да, но по сути ничего нового, например, мы не узнаем. Дальше. Дальше человек может обращаться, например, к какому-то вопросу, но ни итоги толком не подводит, ни задачи, ни перспективы, то есть как бы вот ни о чем. Пересказывает какие-то известные вещи. Ну такое, к сожалению, случается, но, наверное, это не про вас просто, я опять же такую среднюю температуру по больнице называю. Так вот, что человек узнает из моей статьи, да, это тоже очень важный вопрос. Он нам помогает расставить акценты, он нам помогает выбрать те мысли, которые можно будет процитировать, и он нам помогает правильно подобрать материал, да, где те мысли, которые мы хотим, чтобы человек, ну вот вы говорите, донести, да, вот чтобы он их вынес оттуда в итоге. Это вот очень полезная идея, и когда статья даже уже написана, да, и вы, например, ее редактируете, думаете, все ли хорошо или нет, вот прямо эти мысли полезны для себя подчеркнуть, да, вот то, что человек прям вот нового, свежего для себя узнает. Как он будет использовать эту статью? Тоже человек может просто прочитать и отложить, например, да, ну, если какая-то популярная статья в популярном журнале, вы ее написали туда, рассказали о чем-то интересном, как бы человек ничего с ней не будет делать, он ее прочитает, порадуется, там, ну, максимум кому-то расскажет еще. Вот. С другой стороны, если вы пишете для студентов, да, они могут там что-то подчеркнуть, выписать, использовать там для каких-то таких учебных своих работ, да, может там задание какое-то выполнить, человек может ее процитировать, человек может просто включить ее в библиографический список, да, и так далее. Вот для себя подумайте, как еще могут быть использованы ваши статьи, да, они могут быть процитированы, с ними могут поспорить, вы уже неоднократно об этом писали, там могут просто что-то подчеркнуть для себя, вот физически карандашом, да, пометки оставить, наверняка тоже видели, есть такие практически, практикоориентированные сборники, например, работ, да, из которых цитировать ничего не возьмешься, потому что она адресована не научным работникам, а практикам прежде всего, но там вот прям читатели закладки делают, подчеркивают, выделяют, да, и постоянно как настольной книгой могут этим пользоваться, да, если там действительно какие-то интересные, полезные, нужные, важные материалы представлены. Собственно, такой вопрос всегда вызов для многих оказывается, почему человек пойдет искать другие ваши статьи или книги, да, вот что такое его может заинтересовать, в это мы тоже никогда не верим, в то же время, не знаю, как вы, может быть, тоже так делаете, если вы читаете интересную статью, то выходите, может быть, на нее даже каким-то случайным образом по ключевым словам, но как минимум, да, потом кликаете на фамилию автора и смотрите, а вообще какая еще у него сфера, сфера интересов, да, о чем он еще пишет. Сейчас такие опции доступны абсолютно везде, они есть и в каких-то интернет-СМИ, например, да, мы можем кликнуть по автору и, соответственно, посмотреть, что он еще написал, что он из себя представляет, и в научных, вот этих библиотеках, в том числе в лайбраре, да, и так далее. Соответственно, для чего нам это важно? Вот подумайте, что может привлекать людей в ваших статьях? То, что вы какие-то новые идеи высказываете, то, что вы какие-то интересные факты приводите, да, вот что-то еще. Не стесняйтесь здесь быть такими, знаете, слишком честными в том плане, что не стесняйтесь здесь находить достоинство того, что вы делаете, как вы делаете, и, соответственно, это использовать. Потому что, если вы однажды найдете какую-то сильную свою черту, например, и будете знать, в чем вы хороши, уверенности в создании статьи у вас точно прибавится, и текст. Поэтому всегда помните и понимайте, что вы умеете. Это вот еще один секрет, да, для того, чтобы нас читали, мы должны быть сами уверены в том, что мы что-то знаем, не что-то, а конкретные вещи, да, и умеем об этом рассказать. Да. Ну, почему нет? Да, действительно. Я про комментарии. Итак, вот, кстати, про очень важные темы и тоже хочу другой вебинар порекомендовать, потому что здесь всего не охватишь. Вы сейчас очень многие говорили про то, что мы можем даже и спорить, да, с человеком, но главное, чтобы наш спор тоже был таким, не о том, что мы чего-то просто не знаем, да, что мы какие-то странные источники используем, недостоверные. Вот я прям от всей души тоже еще один хочу порекомендовать вам вебинар, если вы его еще не смотрели. Татьяна Телегина и библиографические навыки и снижение репутационных рисков автора. Тоже у меня здесь есть, как вы видите, QR-код, по которому можете перейти. Он тоже 19 мая проходил, такой насыщенный день был у нас, 19 мая в Директ Академии. О чем эта статья? О том, как верифицировать, ой, не статья, извините, вебинар о том, как верифицировать чужие статьи, источники, насколько им можно доверять, да. Это настоящее исследование или какой-то там фейк, пранк и так далее, что сейчас часто тоже приходится наблюдать в научной среде в том числе. И вот мне кажется, я тоже не берусь сама об этом судить, но для того, чтобы нас читали, да, мы должны быть сами уверены, что какие-то новые исследования, которые мы приводим в качестве цитат, они точно так же являются хорошими, да. Мы не можем сами все проверить вот досконально, мы не можем бесконечно цитировать только авторов, которые мы лично знали и которые настолько хороши, что уже сто лет назад умерли, да, и как бы зато надежно, зато все правильно. Но мы имеем такую возможность не попасться самим на вот такой вот, на том, что просто не проверив, да, использовали какую-то информацию не совсем достоверную. Вебинар рекомендую и иду дальше. Вот и тоже вопрос вам прежде всего. Почему вы читаете научные статьи сами? Тоже попрошу дать ответ, и сейчас мы еще посмотрим, ради чего это нужно. Какая у вас персональная сильная сторона в написании текстов? Хороший вопрос, Ольга, я о нем подумаю. Так. Посмотреть последние данные. Про специальности ради научного интереса читаем. А вот в чем этот научный интерес, вот важно, да, состоит? Найти единомышленников или, наоборот, увидеть, кто в чем заблуждается, может быть, да, Ольга, предполагаю, подумайте, может быть, напишите. Интересная тема, интересная постановка темы, да, какой-то новый аспект узнать для себя, да, чтобы новую идею родить, наличие актуальности, руку на пульсе держать, да, что вообще в моей области знаний происходит, ага. Для получения свежей, для решения рабочей задачи, тенденции увидеть. Вот обратите внимание, ради чего читаем мы сами, да, и, соответственно, другие, ну, как другие, вот мы тут как бы за себя пишем, но читаем остальных. И мы уже можем понимать, что вот в статье, почему ее будут читать? Вот если есть новая тенденция, если это актуально, да, если мы говорим какое-то новое слово, не просто для галочки что-то пишем здесь. Ага, спасибо огромное за отклик. Мне кажется, вы очень прям сильно дополнили то, то, что я сказала, благодаря своим ответам. Итак, идем дальше. Как написать, собственно, да, ключевой вопрос того, о чем я хотела поговорить. Так, наверное, я должна вот так убрать. А, все, увидела. Итак, как написать? Текст никогда не начинается с самого текста. Как ни странно. Почему? Потому что прежде чем сесть и набрать его, или там от руки напечатать, черновик сделать, прежде чем это сделать, нам нужно немножечко поработать над, собственно, самим содержанием и своим внутренним состоянием. Вот сейчас, может быть, несколько странные вещи прозвучат. Ну, давайте так. Если вы легко садитесь, пишете текст, то это просто не для вас информация. Если же подолгу человек откладывает, никак не начинает, никак не знает с чего. И вообще вот создание текста, написание даже небольшой статьи превращается в страдание, тогда это вот для вас информация. Просто мы все на разном уровне находимся. Для кого-то это давно не проблема. Человек просто садится, пишет, вообще об этом не задумывается. Итак, первое, что мы делаем, если мы чувствуем вот такое сопротивление, никак не можем приступить, никак не можем понять вообще с чего начать. Ну, наверное, чувствуете, вот про что я говорю. Оно у вас может по-другому звучать, но это все вот как бы в одной связке. Первое, что делаем, это разбираемся, что по-настоящему мешает. Это могут быть какие-то страхи, какие-то сомнения, так и вполне объективные причины. Страхи могут быть очень разными. Например, если вы какую-то новую идею хотите высказать, и боитесь, что эта идея может быть не всеми принята. Ну и хорошо, как бы, если люди просто там незнакомые вам скажут, что это вообще такое, а многие как бы их останавливает то, что они могут быть, ну, таким нерукопожатным человеком просто-напросто, да, как мне кто-то сказал, да со мной в коридоре здороваться перестанут, если я какую-то не такую статью напишу. Ну и как бы такое тоже вполне бывает у всех. Да, внешней оценки можем бояться. Если у нас возникают вот такие страхи и сомнения, то первое, что важно сделать, это, собственно, понять, а чья внешняя оценка нам особенно, вот, Ольга, вашими словами пользуюсь, да, чья внешняя оценка нас особенно останавливает. Это никогда не бывают все. Это обычно бывает один, два, ну, максимум три человека, да, мы их можем знать, это могут быть и незнакомые нам люди, да, но мы как-то вот под их образом можем начать бояться. Так вот, первое, что мы делаем, находим таких людей, которых мы боимся, да, 22 доктора наук, ну, не все 22 точно вот негативно оценят, да, наверняка, ну, давайте вот хотя бы один, да, 21 могут быть негативно настроены, один все-таки найдет хотя бы там одно рациональное зерно. Так вот, находя тех, кого мы боимся, я вот такое слово скажу, да, мы можем подумать, ага, а как тогда сделать так, чтобы немножечко вот этот градус противоречий снизить, да, и очень часто мы находим какую-то либо формулировку более мягкую, вот не ругаем там, например, всех и вся, да, не, ну, я сейчас тоже не про вас говорю, как иногда бывает, человек, когда только, может быть, начинает писать, вот у него это случается, что он обличает кого-то, да, или там еще что-то. Нам важно что? Чтобы мы, высказав свои мысли, да, приняли во внимание некий круг людей и сказали так, чтобы это было мягче, например. Ну, для этого надо понять, собственно, с кем мы дискутируем. Сомнения, да, говорить о чем-то, не говорить о чем-то, приводить какой-то пример, не приводить какой-то пример. И тоже здесь ответом на вопрос будет, собственно, то, с кем мы ведем вот этот вот внутренний диалог о том, что у нас все не получится. Находим такую персону, думаем, как вот сказать так, чтобы, ну, мы же не стараемся этого человека специально там обидеть, оскорбить и так далее, да, мы хотим же в какой-то диалог с ним вступить, более такой продуктивный, позитивный. Соответственно, находим эти точки соприкосновения и мысль выражаем чуть-чуть иначе. И даже если этот человек нас не прочитает, ну, всякое бывает, да, соответственно, мы, тем не менее, находим возможности сформулировать лучше нашу идею, да. Я вот сама часто этим пользуюсь, ну, потому что бывает, что какие-то идеи там могут быть неприняты, да, особенно в широкой аудитории. Некоторое время назад там не все мою тему вообще принимали. И я в какой-то момент там всех обличала, потом думаю, а почему я должна всех обличать? Я просто об этом мягко скажу, да, выражу свою мысль. И, собственно, людям, когда я по-другому немножечко говоришь, они уже эту идею принимают и не то чтобы не замечают ее, не спорят с ней, да, потому что она высказана таким образом. Так, да, а кроме того, есть вполне объективные причины, которые могут нам мешать. Эти объективные причины может быть отсутствие места и отсутствие времени. Ну, вот самое такое ключевое во всем. Отсутствие места или непонимание, где писать, останавливает очень часто. То есть либо у нас вот нет места, где мы можем прямо вот сесть и чувствовать себя спокойно. Иногда бывает, что нам нужно просто стол в другую сторону повернуть, например, да. Иногда, к сожалению, бывают такие трагические истории, когда нужно сделать ремонт в квартире для того, чтобы место для работы было в таком хорошем состоянии. Но это уже крайний случай. Всякое бывает. Я тут на нем не настаиваю. Говорю о том, что надо просто искать. А второй момент. Очень часто бывает, что мы не можем начать писать статью просто потому, что, не знаю, как у вас, да, страх чистого листа, но он у всех разный. Кто-то боится открытого вордовского документа чистого, вот кладет руки на клавиатуру, да, и все, вот ступор, ни одной мысли в голову не приходит. Кто-то от руки не может писать. Вот здесь просто найдите для себя лучший формат работы. Вот не поверите. Вот открываете вы ноутбук, да, или там компьютер включаете, начинаете понимать, что не пишется. Попробуйте взять из бумаги и начать писать от руки. Ну, вам не обязательно всю статью писать от руки. Иногда бывает, что вы просто распишетесь, там, три абзаца, например, страницу напишите, потом ее наберете, и потом вам уже проще будет. Кроме того, если вы работаете на листе, тоже абсолютно экспериментируйте с вариантами. Вот кому-то там вариант А6 подойдет, да, вот потому что вот формат подходит. Кому-то только А4 подойдет, да, кому-то определенный цвет ручки подходит. То же самое с размером вашего файла на мониторе, да, на экране. Вот хотите верьте, хотите нет. Сейчас смешные вещи, говорю, многие не верят в них. Но иногда достаточно увеличить или уменьшить размер страницы для того, чтобы оно нам было комфортнее. Шрифт сразу же стоит настроить такой, который нужен, да. Кроме того, начинать с названия, потому что название есть, там уже фамилию свою написали, уже лист не белый, не пустой. Да, вот у кого-то с ФИВа начинаем, вполне, ФИВа продолжаю, да. Вполне тоже рабочий вариант. Ну вот я рекомендую какое-то осмысленное начало делать, название статьи, свою фамилию или там какие-то еще то, что нужно будет для оформления статей. Так, тут такой интересный диалог идет в чате. Так, ну почему-то... А, я поняла, я должна вот так сделать. Сейчас. Читаю. 22 доктора наук, да, все 22. Ну да, не все могут разбираться, и кто-то действительно просто не будет высказывать идеи против, а вполне принимает на то, что есть у других, пока не получит аналогичную реакцию на собственные работы. Да вот, вы знаете, мне вообще не очень откликается идея того, что мы непримерно должны кого-то обличить. Да, не все научные статьи одинаково там качественно, полезно написаны и так далее. Но вариант не обличения, а наоборот, поддержки там взаимной, он, к сожалению, вообще не всеми рассматривается. Я вот когда провожу курс, например, или в принципе общаюсь с теми людьми, которые научные статьи пишут, тут я всегда стараюсь вот в эту сторону, ну не такие начинающие, да, так скажем, магистранты, например, или еще кто-то, аспиранты, вот они только в принципе начинают свой путь в науке, да, вот я тоже всегда стараюсь настроить на то, что мы не враги друг другу вообще-то в научной сфере, а в какой-то сфере, в какой-то мере единомышленники, да, поддержка друг другу. Поэтому стоит такую поддержку и высказывать. Ну, по крайней мере, это моя позиция, меня она еще не подводила ни разу. Так, кому-то интересен не результат, а сам процесс. Ну да, кто-то пишет ради того, чтобы писать. Отлично. Для того, чтобы начать писать, нужно... Вот, совершенно верно, вот это то, что я сейчас дальше хочу сказать, Ольга, совершенно верно. Если вас любят обличать, берите в соавтор и директор. Пусть обличает. Да, самого обличающего взять в соавтора и посмотреть, что из этого выйдет. Во, видите, какие отличные жизненные рекомендации. Итак, значит, разбираемся с тем, что мешает. Когда мы разобрались с тем, что мешает, идем дальше. Находим как раз поддержку. Что нас поддерживает? В данном случае это может быть как поддержка коллег, так и внимание семьи. Если вот в нашем зоне доступа ну не вся семья готова поддерживать исследователя, особенно пока он не стал именитым, и многим приходится какое-то сопротивление, особенно, кстати, это может быть у женщин такое сопротивление семьи, и что-то делом заниматься, а мама там сидит вместо борща, пишет очередную статью, например. Ну, всякое бывает. Так вот, когда мы про эту поддержку думаем, то мы находим, это либо могут быть коллеги, либо кто-то из членов семьи, либо мы можем даже искать не тех, кого мы знаем лично, а вот как раз тех, кто пишет на схожие темы, например. Или в других областях знания, но точно так же увлечен своей работой. Просто для того, чтобы видеть, что не мы одни пишем статьи, вместо того, чтобы готовить борщ, да, или что-то еще делать, иным способом проявлять себя, что есть другие люди, которым это тоже интересно. Такая поддержка часто бывает очень нужна, просто для того, чтобы кому-то сказать, так, мне надо написать статью, услышать, что другому человеку тоже надо написать, и оно, ну, мы расслабляемся, и работа идет как по маслу, каким бы нашей идеей ни был. И, собственно, баланс отдыха и работы. Да, вот моя фраза для того, чтобы в вашей жизни был текст, в вашей жизни было творчество, должна быть сама жизнь. К сожалению, человек, который эмоционально выгорел, который устал, который не видит отдыха, каникул, выходных, всего остального, он не напишет статью. Нужно, чтобы мы достаточно хорошо спали, отдыхали. Да, если вот вы садитесь несколько дней подряд, и у вас абсолютный ступор, вы не знаете вообще про вот как, вот смотрите на лист, смотрите на ручку, на экран, и у вас нет ни одной мысли, это означает, что вы просто потально глубоко устали. Вот бесполезно тут высиживать что-то за столом, нужно вставать, собираться, идти, гулять, отдыхать, наполняться, вот, Ольга, вы сейчас правильное слово сказали, да, наполненным. Наполняться, тогда у нас придут мысли, и мы тогда сможем с удовольствием, ну, или, по крайней мере, по необходимости, но нормально поработать. Если же мы себя не ценим, да, и говорим, что нет, я сначала напишу, а потом, может быть, пойду куда-нибудь отдыхать, но, к сожалению, это не очень работает, и написание статьи, оно может быть для нас отдыхом, да, таким ресурсным делом, которое нас наполняет, но только в том случае, если мы, ну, как бы после этого тоже результаты своей работы ценим, да, и у нас есть некий баланс, что мы не выматываемся и там, и там, а именно, что поддерживаем себя с разных сторон. Пожалуйста, обратите на это внимание, да, вот как написать статью, это в том числе быть в ресурсе, это в том числе искать, находить какие-то варианты интересных занятий для самих себя, помимо работы, да, так чтобы в нашей жизни была еще и жизнь. Вот не проходить мимо этого совета. Очень часто, когда человек восстанавливает этот баланс отдыха и работы в своей жизни, даже отдых тут на первое место ставлю, писать становится на порядок проще, потому что повышается уверенность в себе, повышается способность просто спокойно формулировать мысли какие-то, да, не паниковать по какому-то поводу, в том числе о том, кто меня будет читать или никто меня читать не будет. Что для вас важнее всего оказалось из этого списка, хочу спросить, можете поставить первый, второй, третий, да, разговор о страхах, сомнениях или о том, что мешает, напоминание о том, что у вас должна быть некая поддержка из коллег или из семьи, или про баланс работы и отдыха. Вот один, два, три, можем так сделать. Если готовы, то напишите первый. Кому еще, что было полезнее? Вот чувствуете, что вам это вполне может подойти. Ага, то, что помогает наоборот, да. Спасибо. Второй. Записи будут выложены позже. Вот посмотрите, когда времени вот совсем нет, вот как угодно, отказываетесь от чего-то, вы должны, вот вы должны самой себе это сделать. Правило одной минуты, да. Тоже работает, да. Одной минуты, одной строчки. Вот я тоже делала такой эксперимент. Не дня без строчки. Строка в день, не дня без строчки. Ну, не дня без строчки, это у Юрия Олеши было, да, вот строка в день, это я для себя так переформулировала. Вот одну строку ровно пишу. Если есть, вот как Ольга, да, сейчас вот, Ольга, мы прям с вами, с автора. Спасибо вам за поддержку сегодня. Если есть возможность, время, ресурсы, можно прописать потом несколько часов. Если нет, просто строчку до конца написать, да. От работы не откажешься, там свои строчки. Я понимаю, но смотрите, как угодно, найдите такую возможность. Иначе, ну, к сожалению, психосоматика даёт себя знать. Вот минуты собирайте, да, полчасы собирайте, прогулка. Не должно быть, что-то совсем глобальное, но иногда, вот, понимаете, вот полдня, полчаса, они намного более полезны, чем очередное самоедство, что ничего не получилось. Следующий момент. Так, у нас пять минут, поэтому я сейчас быстро про это скажу. Точки входа в текст. Текст не всегда начинается сначала. Ну, вернее, он у ваших читателей начнётся с аннотации, да. А для вас он может начаться не всегда с первого абзаца. Обычно вот вступление, введение, первый абзац даётся сложнее всего нам, потому что мы ещё не очень понимаем, про что там написать, потому что ещё не совсем бывает понятно, куда кривая выведет, да. Потому что, ну, вот, есть образ, о чём написать, но вот нет какой-то конкретной формулировки бывает. Так вот, точки входа в текст – это то, с чего начинаете работу, вы начинаете работу. Вот так вот скажу. Не то, с чего начнут читать. Поэтому вы можете начать с того, что просто сформулируете актуальность. Почему эта статья важна? Почему именно сейчас важна? Что там такого, что продолжит развитие науки, да? Можете определить какой-то терминологический аппарат, собственно, термины, которые будете использовать, какие-то новые термины. Вы можете для себя прописать эти определения. Можете начать с цитат, выбрать тех, кого вы процитируете, ну, более или менее расположить их на листе, да, начать с этого. Если какие-то художественные произведения, например, цитируете, тоже сразу же найти, ну, что вы, какие фрагменты будете брать. Зафиксировать основные идеи можно, да, вот то, что мы говорили, ёмкие формулировки. Можно к выводам сразу же перейти. Причём выводы, вот вы намечаете, что у вас там будет 3-4 там важных вопроса, да, по каждому вопросу можете написать выводы сразу же. Заключение сделать, ну, например, перспективы, куда эта тема дальше может пойти. И вам тогда будет проще понять, с чего начать, чтобы вот к этой перспективе потом подвести медленно и плавно своих читателей. Список литературы подготовить. Да, вы знаете, кого вы будете цитировать, вы сразу же набираете эти источники, да, по алфавиту, по порядку, у вас уже будет понятно, как их по номерам или иначе ссылаться на них, да, и всё-таки там полстраницы, как минимум, у вас уже занято. Это могут быть некие вопросы и задания, если вы планируете учебный материал для ваших студентов, но также примеры, статистика и так далее. То есть с чего начнёте писать статью вы, это может быть всё, что угодно. Точкой входа в вашу работу может быть то, что вам проще всего даётся. То, что вам интереснее, то, что вот самая главная мысль, которую вы хотите выразить, да, самая главная цитата, которую вы хотите, чтобы все начали. Совершенно верно, про ФИО я уже говорила, да, ФИО мы уже написали, но вот иногда бывает, что нужна ещё какая-то точка входа, например, то, о чём я сказала. Итак, у нас две минутки, поэтому сейчас будем уже завершать. Вот небольшая информация, что подробнее о том, о чём я говорила сегодня, как приступить к созданию текста, как понять, кому ты пишешь, как, собственно, работать над текстом, что такое научный стиль, да, будет эта информация изучаться, рассматриваться на онлайн-курсе, который я буду проводить. Он начнётся 7 июня. Вот Татьяна в чат дублирует информацию, я на слайде её оставляю. Это будет 8 вебинаров с домашними заданиями, поддержкой в закрытой группе Фейсбука, ну и возможностью получить сертификат о его прохождении. Итак, последний вопрос, который задаю. Ну, что ещё обычно даётся сложно, это как раз про вопросы, может быть, есть какая-то горящая проблема, которую я сейчас могла бы за одну-две минутки осветить, если такое есть. Если нет, то вот последние завершающие вопросы, каковы ваши выводы на сегодня, пожалуйста, поделитесь в чате, что забираете с собой после вебинара, да, и что примените в своей работе уже в ближайшее время, ну, например, из того, что вы здесь услышали. Здесь есть мои контакты, если будут какие-то вопросы, вы можете обратиться, да, ссылка на статью. Финансирование даётся сложно. Ну, кстати, к созданию текста это не имеет отношения, поэтому здесь я бессильно что-то помочь, совершенно некомпетентно. Так, забирая с собой вдохновение, спасибо вам, Елена, тоже огромное спасибо за участие и за то, что этим поделились. Так. Кто ещё с чем уходит, с какими выводами уходите? Угу, Ольга, вам спасибо тоже за участие. Угу. Мне приятно обратную связь всегда слушать, да, чтобы узнать, собственно, что полезного было для участников, нужную полезную информацию. Загадочные все такие. Да, кто будет читать или что возьмёт? Спасибо, Валентина. Действительно важные вопросы, с них часто полезно начинать. Угу. Ольга, спасибо вам. Ага. Структура входа в написание. Да. Можно по этим точкам входа, про которые я говорила, прям все их пройти, да, можно взять вот какой-то один аспект, который особенно интересен. Надежда, благодарю за такую обратную связь, информативно, чётко по делу. Ну, я прям сама себе, сама себе благодарна, что я так сделала. Структуру написания с собой забираю. Благодарю, Ольга. Угу. Угу. Надо обдумать ещё обязательно. От целевой аудитории, да. Огромное спасибо очень, Фахмин, очень рада вас видеть. Угу. Спасибо, кратко, продуктивно. Пожалуйста, на выход. Отдых, потом работа. Абсолютно. Вот абсолютно точно. Отдых прям вот первое дело. Хотя бы немножко. Хотя бы позволить себе чаю попить. Спокойно. Не в процессе написания статьи, да, а просто глядя в окно. Вот это важно, правда. Это наполняет нас силами, энергией. Мы становимся как авторы совсем другими. Интересный акцент, Альбин. Спасибо. Я рада. Правда. Так, ну что же, тогда я завершаю на сегодня. Рада была всех видеть. Благодарю за вашу обратную связь. И прощаюсь с вами. Да, Валентина, я тоже увидела, что ко мне пришли прям настоящие специалисты. Благодарю вас. Всё, всем до свидания и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин